Действительно, на самом деле мы стоим с вами перед огромным внутренним вызовом. Когда мы формируем, развиваем, совершенствуем свое мышление, через него приходить к доброте, про которую нам эти классики эволюционной психологии делают. И есть вот эта специфическая фаза, где вы сначала глупые, но добрые, и постоянно получаете по башке и злитесь. В какой-то момент наступает драматическая фаза. Осознание того, что люди разные, каждый преследует свой интерес. И вы думаете, а ну их всех. Вот это. Ужас состоит в том, что сейчас это очень рано начинает происходить. Очень рано начинает эта сепарация от социальности формироваться у молодых людей. И мы переходим в эту фазу разочарования в человеке, такую нитшианскую фазу. Я не знаю, как сейчас с философией. Я когда был по молодости, все, кто начинали заболевать нитши, они все становились, не мир я вам принес, но меч. То есть он же что, неиспровергатель всех ценностей, да? Нитши говорит все, бог умер, понимаете, там то, сё, пятое, десятое. И она такая вот индивидуалистичная философия. Очень завораживающий, Нитши завораживающий автор. Мы еще его плохо читаем, потому что он на немецком, как говорят, я не в курсе. Но на немецком это вообще звучит как-то просто сказочно. И вот увеличение количества знаний, увеличение количества опытов и улучшение мышления приводит к этой фазе, когда вы начинаете ощущать вредность быть добрым. Но доброту же можно имитировать. Если вы умный, вы можете имитировать доброту. Логично? У вас же есть ум. Если вы думаете, что люди сукины дети, которые подводят, обижают, оскорбляют, ты им все, а не тебе это, и так далее. Вы переживаете эту фазу вот такой внутренней. И часто встречаешь этих несчастных умных людей. То есть он умный, причинно-следственные связи строит, взаимосвязи видит, понимаете, еще красиво это делает. Но он несчастный, потому что вокруг мира его полон людей, которым он не испытывает доброты. Он может ее имитировать, еще что-то, пятьдесятые. Хитрый же. Но этой доброты нет. И вот дальше это вызов. Вот дальше мы сталкиваемся с вами с вызовом. Можем ли мы развивать это свое мышление дальше? Как ты его дальше совершенствует, чтобы перейти из этой фазы обесценивания других людей? Ну, как говорят, сейчас это половой, да? Девушки говорят, что все мужики. А мужчины говорят, что все девушки меркантильные. Ну, что вы так смотрели? Это не секрет рассказал? Это так и думают, конечно. И идея, значит, вызов в чем состоит? Это как переступить, перейти этот Рубикон. Это часто еще по-другому бывает. Если половой вопрос убрать, вы сами грешите этим в письмах иногда. Говорите, ну, вот я теперь тут знаю то, другое, пятое, десятое. Я встречаюсь со своими бывшими или нынешними знакомыми, друзьями и так далее. Что они несут? Где их башка? Кто они такие вообще? Как я с ними раньше о чем разговаривал? Да, то есть вы начинаете усложнять свой аппарат интеллектуальный. И он идет против доброты. Ну, вот такой, прежний. То есть нам это, к чему я говорю, что вот есть вот эта доброта в нас эгоцентричная, а задача через рост ума, мышления, способности понимания мира, обрести доброту другую. Не потому, что вы легче выживете так, не потому, что вам так приятно получать какую-то социальную плюшки, пряники, не потому, что вас это делает более привлекательными, а по какой-то другой причине. То есть нам религия просто говорит. Она решает этот вопрос. Она говорит, тебе воздастся за это, потому что это возрубил ближнего как самого себя, значит, еще что-то там, и пятое-десятое. Но если вы думаете, что, может, не совсем прав текст священный, и, может, он недостаточно священный, чтобы быть правым, ну, какие-то крамольные мысли у вас возникают про это дело, кто писал, кто диктовал, что-то такое, непонятно. Да, то вы оказываетесь в этом вызове научиться заново быть добрым, понимая, что мир не очень хорош. Ну, не такой, как хотелось бы. Ну, то есть вы добрые не потому, что, а вопреки. Ломните мысль. Потому что вы ему, этому миру, начинаете сострадать. Ловлюйте. И это может быть только внутренним решением. Вот доброту надо выбрать. Или она будет наивная, болезненная в связи с этим, потому что вы будете постоянно разочаровываться. Или вы пройдете через фазу, когда вы посмотрите на мир с разных сторон, увидите его недостатки. Ну, люди, ну что, ну, звери. Понимаете, животные. Правда? Ну что, так же? А вот, как бы, перейти через это, и не потому, что вы думаете, ну, зверушки, я теперь добрый, я теперь просветленный, у меня чакра открылась, и я так к людям отношусь. Вот. А действительно, внутренний выбор как бы быть добрым не для кого-то, не для чего-то, не почему-то, да? Вот. Потому что вам не страшно. Потому что вам не страшно. Не страшно быть добрым. Но это только внутренний выбор. вы достаточно умный, чтобы позволить себе быть добрым. Вот когда вы это жизни становится ну, так, чуть-чуть веселее. Немного. Нет.